Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Я продолжаю учение по своей книге «Драгоценные истины» из греческого языка. Сегодня 16 июля. Наша тема — «Идолослужение и волшебство». Мы ведем разговор о делах плоти, перечисленных в посланиях Галатам 5 главе. В посланиях Галатам 5 главе, в 19 и 20 стихах апостол Павел пишет следующее. «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Об этом мы говорили вчера. Если вы не слышали этого, зайдите в архив и посмотрите вчерашнюю программу. Сегодня речь пойдет об идолослужении и волшебстве. Мне трудно будет сказать лучше, чем я написал в своей книге «Драгоценные истины». Поэтому сегодня я буду много читать из книги. Послушайте. Слово «идолопоклонство» описывает поклонение идолам, статуям или лжебогам. Оно означает выражать преданность, служить или поклоняться. Человек является идолопоклонником, если посвящает другому человеку больше внимания, чем Богу. Привязан к нему больше, чем к Богу. Предан ему больше, чем Богу. Любит его больше, чем Бога. Поклоняется предметам или ставит свои планы выше Бога. Если не Бог, а что-то другое занимает все мысли человека и стоит на первом месте в его сердце, значит, он совершает грех, идолопоклонство. Если с Божьей помощью вы не умертвите дела плоти, то вскоре они поглотят вас, и вы будете преданы им больше, чем Иисусу, и тяготеть к ним вы будете больше, чем к Иисусу. Если вы не будете бдительны, слушайте меня внимательно, то ваша семья, дети, родители, друзья, работа, мечта, планы, имущество, церковная деятельность, даже ваши способности могут незаметно для вас стать предметом вашего поклонения. Вы станете служить самому себе, отдавая все свои силы и внимание осуществлению собственных желаний и интересов. Совсем не обязательно поклоняться каменному истукану, чтобы совершить грех идолопоклонства. Многие из вас борются с собственным идолопоклонством постоянно. Когда вы уделяете чему-то больше внимания, чем Иисусу, вы совершаете акт идолопоклонства. Позвольте мне спросить вас, чем больше всего заняты ваши мысли? Чем больше всего заняты ваши мысли, это и есть то, чему вы поклоняетесь. Вы больше всего думаете о деньгах, или вы больше всего думаете о своем доме, или как сделать его красивее. Возможно, ваш дом и стал вашим идолом. А как вы относитесь к своей профессии? Вероятно, объектами вашего поклонения стали ваши дети, или ваш супруг, или супруга. Если что-то или кто-то занимает то место, на котором может быть только Христос, вы совершаете акт идолопоклонства. Люди склонны к идолопоклонству, потому что это дело плоти. Мы по плоти склонны к этому. Павел не только упоминает идолопоклонство, но также говорит и о волшебстве. Интересно, что волшебство, по-гречески «фармакея», от этого слова произошло слово «фармацевт». Волшебство, по-гречески «фармакея», означает лекарство, которое угнетает психику человека и влияет на его поведение. Такие лекарства действуют как психотропные средства. Вот что происходит в первом веке. Люди, которые столкнулись с жизненными трудностями, шли в языческий храм. В этих храмах они пили вино, смешанное с лекарственными препаратами. От этого вина они приходили в состояние наркотического опьянения. На какое-то время они ощущали себя так, словно все проблемы позади. Они выходили из храма с ощущением обновленной жизни. Но на самом деле они просто были одурманены наркотиками. Когда им опять становилось плохо, они опять шли в храм. Дело в том, что этот тип волшебства, который описывается греческим словом «фармакея», можно отнести к тому, что делают люди, пытающиеся убежать от реальности. Есть много способов убежать от реальности. От реальности люди бегут, например, когда спят подолгу. От реальности можно попробовать убежать подолгу, болтая по телефону. От реальности можно попробовать убежать подолгу, засиживаясь у телевизора, принимая наркотики, алкоголь или какие-то медикаменты. Цель «фармакея», которой есть волшебство, — дать возможность человеку спрятаться от реальности. Но проблема в том, что когда действие препарата прекращается, проходит опьянение, кончается телепередача, и больше некому позвонить, вы остаётесь наедине со своей проблемой. Избавление было временным. Плоть старается убежать от реальности хотя бы на несколько мгновений. Пожалуйста, хоть ещё минуту, не заставляйте меня заниматься этим сейчас. Плоть старается отложить неизбежное. Такова плоть. Говоря об идолопоклонстве, мы говорим о поклонении, направленном не на Иисуса. И при этом идолом не обязательно будет каменный истукан. Идолом может быть что угодно. В данном контексте волшебство — это не чёрная магия, а по-гречески фармакея — нечто, что даёт вам возможность кратковременно убежать от реальности. Но в конечном итоге от реальности вам никуда не деться. Но плоть без конца повторяет. Возьми ещё одну таблетку, поспи ещё часок, займёмся делами потом, потом, потом. И пока вы откладываете дела на потом, проблема только усугубляется. Всё это дела плоти. Не впадайте в грех, идолопоклонство и волшебство, стараясь отложить неизбежное, а лучше позвольте Святому Духу прийти к вам на помощь. Пусть Иисус вновь станет номером один. Пусть Святой Дух поможет вам смотреть проблемам в глаза, не откладывая их решения на потом. Святой Дух даст вам сил измениться, если вы позволите Ему это сделать. Я молюсь о том, чтобы сила Святого Духа помогла вам. Перестаньте бежать от реальности. Перестаньте прятаться от того, чем нужно заниматься. Посмотрите реальность в глаза и отдайте её во власть Божьей силы. Я молюсь об этом за вас во имя Иисуса. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!